Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире мы разбираем с вами события минувшего торгового дня. Ну и, разумеется, смотрим вперед на те события, которые должны быть сегодня публикованы. Конечно же, по статистике события, которые, как отдельные инфоповоды, должны произойти. Все это является частью нашего тотального, обширного, фундаментального анализа, который мы проводим, потому что, прежде всего, спекулируем финансовыми инструментами, и, прежде всего, нам нужна ясная, понятная картина влияния чего-то на те идеи, которые мы пытаемся с вами реализовать и получить профит. Наша с вами ставка супер-мега-долгосрочная, скажем так, это ставка, которая предполагает наличие в мировой экономике дорогой американской валюты. Она сохраняет свою актуальность. Мы видим то, что доллар растет. Доллар сегодня очень сильно топит позиции рисковых инструментов. И молодец, конечно же, собственная реакция на протоколы. Не то, чтобы оказалось такое, как мы рассчитывали, но пусть с небольшим временным лагом, с опозданием в несколько часов, но доллар сейчас воспрял духу, соответственно, и влияет на снижение рисковых инструментов. Я думаю, что вы все наверняка это уже заметили. Какой бы риск валютный мы сейчас с вами не проанализировали, фунт, евро, австралиец, новозеландец, нисходящие динамики. Хотя по отдельным инструментам есть еще дополнительные катализаторы, о которых мы, разумеется, сегодня поговорим. Если посмотреть на повестку текущей торговой сессии, повестку экономического календаря, сегодня несколько отчетов по штатам. Мы обязательно на них обратим внимание. Это заявки на пособие по безработице в 15.30 по Москве. Напоминаю, что отчет не нужно недооценивать, потому что заявки на пособие по безработице в конце концов выводят нас на статистику по Non-Farm Perils. До нового отчета остается не так уж и много времени. И на основании тех последних недель, которые мы получали после публикации последнего, получается, июльского Non-Farm Perils, у нас очень хорошее ожидание, оптимистичное, потому что американский сектор рынка труда за минувший месяц остался как минимум на очень хороших уровнях. Ну и будучи традиционными оптимистами, мы верим, что по итогам августа данному сектору удастся, скажем, улучшиться и показать нам уже более хорошие цифры по темпам роста заработных плат. Ну, я, может быть, несколько, скажем, предвзято сейчас сужу о том макроэкономическом позитиве, который может иметь место быть после выхода этих данных. Но особо меня за это не критикуйте. Вот такой вот у меня анализ по американской экономике. Да, я прекрасно понимаю, какие там риски могут разразиться. Это уже риски долгосрочные, связанные с рецессией. У нас есть определенные, опять же, сигналы тревожные, исходя из анализа и показателей долга, и дефицита бюджета, и кривой доходности американских облигаций. Но я советую сейчас, ну или, по крайней мере, лично я предпочитаю не копать глубоко сейчас вот в эти фундаментальные, уж совсем макроэкономические критерии. Потому что они, если и в конце концов приведут к негативным последствиям для американской экономики в виде рецессии, произойдет, друзья, это не скоро, я думаю, что не раньше, чем через пару лет. То есть вы понимаете, что для спекулянтов, таких, как мы с вами, такая оценка перспектив сейчас не нужна. Нам нужно попробовать в идеале бы заработать в забегах на более короткие дистанции. В общем, 15-30 заявки на пособие по безработице, дальше у нас 16-45 активность в сфере услуг в США. Не менее важный отчет, может быть, даже если под другим углом посмотреть, более важно, чем заявки на пособие по безработице. Потому что с рынком труда более-менее картины ясны. А вот что касается состояния отдельных секторов, особенно сферы услуг важны для любого развития рынка, любой развития страны. Но тут хотелось бы получить больше позитивных и сильных отчетов, благодаря которым мы, собственно, могли бы транслировать позитивы на данные отрасли американской экономики. В общем, сегодня мы следим за статистикой США. Я думаю, что совершенно лишние комментарии с моей стороны о том, что мы ожидаем хороших отчетов и, разумеется, отчетов, которые могут поддержать курс доллара. Также сегодня стартует и симпозиум Джексон Холли. Я, друзья, к своему стыду признаюсь, никак не могу еще найти детальную дорожную карту того, как по хронологии событий будет происходить выступление. В каком порядке, когда именно руководители отдельных центральных банков. Вот единственное, что я знаю, что председателя Центрального банка Японии мы на этой встрече так и не увидим. Он отправился в его заместителя. Но не суть важна, самое главное там будет Джером Пауэлл, потому что Джерома Пауэлла мы ждем поддержки для доллара. Скорее всего, выступление Джерома Пауэлла состоится как раз завтра. Но если я ошибся, друзья, особо также зла на меня прошу не держать. Я попробую сегодня найти информацию, чтобы перед выходными вы были, собственно, уже вооружены ожиданиями того, что должно произойти. Потому что заключительный день состоится на выходных и в понедельник у нас может быть довольно интересное открытие. А если особенно в субботу будет что-то интересное, обозначенное от одного из представителей центральных банкиров, то есть банковской мировой элиты. Давайте теперь подробнее поговорим про наши традиционные инструменты. Начнем мы с нефтянки. По итогам вчерашней торговой сессии мы увидели еще один день роста, пятый день роста. Это довольно неплохая восходящая динамика. Я думаю, что недельный результат уже будет в плюсе. То есть локально медведи потеряли инициативу. И стоит отдать должное покупателям, которые, несмотря на весь этот фундамент, который складывался, все равно пытались найти какие-то факторы поддержки для себя. И смогли дотащить бренда 75 долларов за бар. Если разбирать, опять же, вчерашнюю торговую сессию, и тот рост, который случился, конечно же, он не мог быть основанным ни на чем. Этот рост был следствием выхода данных от администрации энергетической информации. Классический отчет для среды, который оценивает запасы нефти, нефтепродуктов. И также администрация энергетической информации публикует данные по росту нефтедобычи в Штатах. Точно так же, как и недели ранее, когда этот отчет стал причиной серьезных динамичных движений по нефтянке. Вы помните, когда мы коснулись апрельского минимума, то есть в прошлую среду в районе 70-70 ровно по бренду. Соответственно, мы поверили тогда, что у нас есть очень высокие шансы в тест поддержки 70 долларов за баррель. Но вот пока что у нас снова затягивается коррекция. Особенно она затягивается, очевидно, после вчерашней поддержки, которую получили цены, снова на этом отчете. Только в этот раз статистика поддержала не продавцов, нас с вами, а покупателей. Потому что по цифрам запасы нефти сократились на 5,7 миллиона. Отчет от Американского института нефти накануне сообщил о практически похожих цифрах, минус 5,2 миллиона. Однако без фундаментальной поддержки, скажем так, не обошлись и продавцы. Потому что в то время, как вышел отчет по запасам нефти, была опубликованная статистика по запасам бензина. Так вот, был зафиксирован рост бензина на запасах 1,2 миллиона. Тоже очень странно для летнего сезона. И, может быть, еще важнее для продавцов то, что производство нефти в Штатах продолжает расти. И довольно внушительными темпами, плюс 100 тысяч, фактически Штаты вернули снова психологическую планку для себя по совокупному показателю нефтедобычи в 11 миллионов баррелей в сутки. Добывают нефть сейчас в Штатах гораздо больше, чем год назад, больше, чем на 700 тысяч баррелей. Я думаю, что, возможно, реальный показатель даже еще более значительный. Не то, чтобы я хочу снова через США вывести вас на короткие позиции, друзья, я думаю, что вы все можете смотреть на несколько шагов вперед и обладаете, как минимум, стратегическим мышлением, особенно если для вас любой инструмент – это торговля за бегом на длинную дистанцию, и вы стараетесь найти именно такие стержневые, фундаментальные моменты. Сегодня в отношении нефтянки ситуация может измениться. Почему? Потому что сегодня на рынок реально могут вернуться опасения более низкого спроса, исходя из потенциала снижения темпов роста мировой экономики. И, в частности, эти опасения могут вернуться только по той причине, что сегодня на календаре, мы с 23 августа, то есть, как вы помните, день, вступления в силу новых таможенных тарифов США против Китая, ну и тут же Китай против США – 25% тарифы на общую стоимость товаров, там 16 миллиардов долларов, то есть, в денежном эквиваленте. Я считаю, что это событие, ну, с одной стороны, оно уже заложено в цену, с другой стороны, это еще одна причина, из-за которой мы снова априори должны обратить наше внимание на довольно серьезную торговую конфронтацию между этими регионами. И как раз рост напряженности между ведущими экономиками мира, на мой взгляд, это вполне нормальный фундаментальный повод, чтобы снова задуматься о рисках для мировой экономики, ну и, соответственно, о рисках для сырьевых инструментов, чье благополучие стоимостное зависит от того, насколько хорошей является обстановка в мире. Ну, то есть, здесь понятны, скажем, умозаключения и выводы, которые стоит это делать. Я предлагаю вам сделку селлимит с отметки 75.80 по бренду. Если вас интересуют продажи, исходя из того анализа, который я для вас провожу каждый день, то тогда этот уровень уж точно стоит иметь в виду и рассмотреть его как возможность для открытия оппозиции. Доллар японская и иена 110.54 у нас в закрытии, собственно, торговой сессии. Сегодня мы уже повыше 110.80, скоро будет 111, друзья, а когда будет 115, я думаю, что вы все получите хороший профит и будете знать, что этот профит, собственно, вы получили только лишь потому, что правильно оценили перспективы доллара на основании того, что сейчас происходит. Вчерашний день, почему важный, потому что мы анализировали протоколы в 21.00 по московскому времени и сразу хочу сказать то, что протоколы, как мы и ожидали, подтвердили приверженность Федрезерва политике, как вы понимаете, более высоких процентных став. Да, тезисно, разбирая, если уж совсем интересует, вы можете найти информацию по протоколам. Отдельных комментариев было очень много, но самое важное, я стараюсь выделять для вас, на мой взгляд, самое важное связано с тем, что представители Федрезерва признают тот факт, что торговая неопределенность и та политика торговая, которая сейчас проводится Трампом, она может быть сопряжена, да и уже так и есть, с определенными рисками для, в том числе, экономического роста США. Правда, эти риски пока никак не отражены в реальных макроэкономических показателях, но, скорее всего, потому что времени еще очень мало прошло, а с другой стороны, может быть, и не стоит так уж пессимистично смотреть на отдачу для американской экономики, может быть, реально, как говорит Трамп, экономика США что-то да и выиграет. Это важно, еще более важно, исходя из протоколов, то, что темп экономического роста, в конце концов, находится уже на таких высоких значениях, что, возможно, еще большее восстановление, как бы это парадоксально не звучало, может даже принести определенные негативные последствия для экономики и навредить ей, поскольку более динамичный экономический рост, в конце концов, начнет разгонять инфляцию, которая и так уже находится чуть выше целевого уровня. Ну, я думаю, друзья, вы сразу же можете сделать вывод, к чему клонил Федрезерв, то, что если есть риски чрезмерного роста инфляции и риски высоких инфляционных ожиданий, которые сейчас обсуждаются, то тогда нужно использовать и задействовать классические инструменты, которые позволяют, скажем, захеджировать риски вот этого инфляционного роста за счет макроэкономического воздействия на инфляцию и воздействия ставок федерального фондирования. Ну, то есть, здесь действие следующее. Когда есть подобные опасения, достаточно поднять процентную ставку, ну и, разумеется, в связи с укреплением курса национальной валюты, уже риск инфляции становится менее очевидным. Для Федрезерва, для макро-регулятора такая логика должна быть основной. Мы ее снова услышали, ну и получили очередной сигнал от американского регулятора, что ставки будут повышаться даже несмотря на ту очередную критику со стороны Трампа в адрес Джерома Паула и Федрезерва, то, что его не устраивает. Та политика высоких процентных ставок, которая проводится Федрезервом на фоне протекционизма, как его инициативы, точнее, инициативы всей его администрации. Об этом мы также уже, друзья, говорили. Я думаю, что сейчас, опять же, где вы его ходите, не будем. Самое главное, протоколы подтвердили вероятность высокую, практически стопроцентную, повышение ставок в сентябре. Ждем и будем надеяться, что доллар на этом фоне вырастет еще сильнее. Фонд против американца. Тут хочется сказать сразу, недолго музыка играла, 1,2868 сейчас уже мы постепенно снижаемся. Уверен, что снижение будет усилено и дальше. Опять же, позитив, который мы могли вчера заметить в отношении британца, мог быть связан с комментариями министра по Брекзиту Англии Доминика Раппа, который отметил, что еще на саммите, уже на саммите Европейского Союза, который, по-моему, состоится 18 и 19 октября, соглашение будет достигнуто. Но сколько раз мы уже слышали эти комментарии с надеждой на предстоящий саммит ЕС, где соглашение должно было быть достигнуто. Уже раз 5, наверное. Вот только чиновники меняются, а этого соглашения по-прежнему нет. Я вот, друзья, сегодня нашел очень интересную статью в Daily Telegram, где Британия фактически... Там источники очень витиевато указаны этих данных, но суть этой статьи заключалась в том, что Британия прорабатывает возможности и уже конкретные ставки, которыми будут облагаться товары, возимые на территорию Англии из Европейского Союза. Ну, то есть, если вы не поняли суть этой статьи, она заключается в том, что Англия, ну, может быть, не то чтобы готовиться, а может быть, даже уже готова к жесткому выходу без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Поэтому что-то кажется, и я практически не сомневаюсь в том, что Англию ждет жесткая процедура Брекзита, и кто знает, в моменте, когда это станет очевидно для большего количества трейдеров, каким последствиям для британца все-таки это приведет. Мы с вами руководствуемся этими медвежьими взглядами довольно давно уже, ну, не то чтобы довольно давно, с некоторых пор, скажем так, когда обошлись на росте британца. Сейчас мы верим в то, что фунт будет снижаться, и как минимум пойдет в район поддержки 1,25. Друзья, я от этой цели вам пока не советую отказываться. Доллар-канадец протестировали мы вчера поддержку 1,30, но не закрепились ниже. В частности, вчера у нас были роничные продажи, которые в целом расчаровали минус 0,2% с прошлого роста 2,2. И, казалось бы, на этом отчете мы должны были бы увидеть серьезное ослабление канадца против доллара. Но нам признают тот факт, что удача была на нашей стороне, нам помогла нефтянка своим ростом, потому что на фоне роста нефти энергетический сектор выступил своего рода компенсатором и стабилизировал ситуацию по валютному курсу. Мы не увидели резкой волатильности и не увидели резкого ослабления. Более того, котировки, в принципе, даже продолжили такое постепенное движение к тому уровню, который ранее был нам обозначен. Это отметка 1,30. Сейчас курс 1,30-1,36, друзья. Я снова возвращаю вас к идее того, что мы можем и имеем полное право сейчас еще поспекулировать на ожиданиях роста процентной ставки, потому что что прошлая пятница, безусловно, данные по инфляции куда круче, чем роничные продажи, прошлая пятница нам дала понять, что участники рынка, которые спекулируют в моменте канадцам против разных валютных инструментов, видят больше потенциала сейчас работы именно с идеей ужесточения национальной денежно-кредитной политики. Поэтому пока что у нас, да, сейчас нет новых вводных, у нас нет отчета, который мы ждем сегодня, либо до конца этой недели по Канаде, будем ориентироваться уже на следующей неделе, но ни в коем случае не нужно пока отказываться от коротких позиций по доллару канадцу и отказываться, то есть от идеи покупки канадского доллара. Цель я повторяю, друзья, у нас есть на отметке 1,28. И, кстати, вчера я специально сейчас не обратил на это внимание, потому что хочу поискать побольше информации. Вчера на рынке снова я набрел на отдельную такую информационную полосу о том, что есть продвижение переговоров по нафто, правда основа фикурантом является больше Мексика. Ну, вы знаете то, что в рамках этого североамериканского торгового альянса Канада также один из основных действующих персонажей, поэтому прогресс, скажем, и потенциальные ожидания каких-либо договоренностей между США, ну и тоже с Мексикой, можно тоже транслировать возможность достижения аналогичных договоренностей и с Канадой. Но это тоже позитив для канадца, правда он не такой уж и очевидный, мы, по крайней мере, не увидели резкого укрепления канадского доллара. В целом, по идеям, я надеюсь, тоже понятно, друзья, пока что рано еще разворачиваться, очень такая, то ли обладающая большим потенциалом национальная картина по канадцу, вот никак я не могу отпустить идею, связанную с укреплением этого инструмента. Помните, как было с фунтом, несмотря на то, что происходило в мировой экономике, все равно были заряжены идеей, именно национальной идеей по Англии ожидания процентных ставок. Сейчас очень похожая ситуация по канадцу, но надеюсь, что в отличие от фунта, с канадцем нам все-таки удастся заработать. Австралийцы 0,72,95, мы активно снижаемся на азиатской сессии, по новозеландцу тоже характерно подобная динамика 0,66,76, по австралийцу ждем 0,70, по новозеландцу 0,65. По австралийцу, конечно же, нужно сказать, что причина слабости это укрепление доллара, это опять же то, что сегодня в новостных сфотках фигурирует Китай и США, как дата вступления в силу прежних обозначенных таможенных 25% пошлин, но вот считается, что на австралийце еще оказывают давление и определенные политические проблемки региональные, которые возникли, я признаю, за эту тему не следил, потому что она не то чтобы для меня неинтересна, она неинтересна, а в целом для всех рынков, потому что каких-либо неожиданностей там не происходит. Но вот сейчас, судя по всему, нам нужно обратить внимание на эту тему, потому что премьер-министр Турнбул, действующий, недавно избранный, в общем, тоже оказался на грани такого вотому недоверия и может подать в отставку. Я тоже в этой теме пока поварюсь, покопаюсь, друзья. Если она доживет, собственно, до понедельника, до следующего, тогда информацию я вам дам, хотя вряд ли, но в плане того, что доживет. Считаю, что политический фактор все-таки не самый существенный, хотя мы его тоже должны иметь в виду, соответственно, если политическая нерезбериха сохранится, ну, разумеется, она будет способствовать еще большему давлению на охоте национальной валюты австралийцев. Это как раз то, что нам и нужно. Друзья, это что касается основных финансовых инструментов, собственно, как и всегда, разобрали. На этом все большое. Всем спасибо за внимание. Увидимся мы завтра, в пятницу, в прямом эфире, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Хорошей вам торговой сессии и до завтра.